Аркейдж Будут позднее Часть игроков считает, что подземелья и квесты не так хорошо сочетаются с миром, в котором есть открытые пвп Будут ли следующие обновления игры отличаться от того, что было представлено? Мы настроили квесты и подземелья так, что они помогают развиваться игрокам низкого уровня, новичкам Тем не менее, мы сохраняем в игре открытые пвп Однако, если русские игроки хотят, чтобы в игре что-либо изменилось Им всем нужно четко выразить это желание, и мы обсудим возможность его реализации с Mail.ru Планируется ли в будущем введение в игру новых мировых боссов, по типу Кракена или Красного Дракона? Да, мы планируем введение новых боссов, но о точной дате их введения будет известно позднее В России сложилось довольно крупное комьюнити игры Аркейдж И мы задаем вопросы, которые именно их и интересуют Мы понимаем, что никакие прогнозы и обещания вы давать не можете Но мы будем задавать именно те вопросы, которые интересуют наших игроков Планируется ли доработка клиента, чтобы он поддерживал более чем 200 человек на одном экране? В противном случае компьютер начинает тормозить Да, в прошлом году мы начали дорабатывать клиенты, сейчас работы по оптимизации продолжаются Однако на данный момент самым простым выходом для игроков является понижением графических настроек Тогда клиент сможет обрабатывать больше народу на экране Однако мы продолжаем улучшать этот аспект Многие наши игроки ожидают введения новых веток умений и специализаций Планируете ли вы введение новых навыков или сосредоточитесь на полировке имеющихся? Как вы знаете, в истории Аркейдж есть герои, которым удалось найти затерянный сад Эдема Эти герои получили в свое распоряжение уникальные специализации На данный момент их 10 Возможно, если в будущем не будет нарушать баланса, мы добавим еще 2 специализации Однако на их введение может понадобиться время Будут ли в игре новые виды техники? Я имею ввиду что-то типа трактора или танка? Да, мы добавим в игру новую технику Специально для России у нас запланированы более крупные танки А у этих танков уже есть название? Еще нет, они все еще находятся в разработке Джейк, будут ли предприняты какие-то шаги для увеличения мотивации к ПВП? Сейчас многие игроки опасаются, что вместо сражений им придется не разгибаться, копать грядки А русские игроки, как известно, гораздо более заинтересованы в ПВП-геймплее Игра была запущена в России несколько дней назад, и наши читатели уже успели опробовать ее То, что они увидели, вызвало некоторое беспокойство Как вы планировали этот аспект, когда разрабатывали игру? Я попытаюсь объяснить Моя точка зрения, мой совет Я не говорю, что он обязателен Игра задумывалась так, что разные виды игроков могли получить от нее удовольствие Ранние стадии игры задумывались таким расчетом, чтобы вовлечь игрока в крафт В ПВЕ, в фермерство То есть, чтобы он мог создать материальную базу А вот эндгейм контент уже должен быть полностью направлен на ПВП Новые расы, новый континент, это все направлено на ПВП-составляющую И наоборот, те игроки, которые не заинтересованы в ПВП-контенте Могут спокойно не принимать в нем участие И заниматься фермерством и исследованиями Джейка, планируется создание боевых зон один на один Что-то похожее на Олимпиаду в Линадж 2 На данный момент мы не планируем введение новых боевых зон для сражения один на один Однако нужно оговориться Я не знаю точно, как это было реализовано в Линадж 2 Но сражения один на один есть в нашей системе дуэлей Джейк, а как часто вы планируете расширять территории? Нам известно, что северный континент будет постепенно увеличиваться С какой частотой это будет происходить и как сильно он при этом будет расти? Мы планируем выпускать большие контентные патчи каждые 6 месяцев И малые каждые 1-3 месяца Новые территории будут добавляться к северному континенту Но перед этим необходимо стабилизировать работу фракций, создаваемых игроками Так что на введение новых территорий может потребоваться некоторое время Джейк, еще один вопрос касаемый территорий Сможет ли сервер вмещать больше игроков при постепенном расширении северного континента? Ведь территорий для посадки и постройки домов будет становиться больше Насколько мне известно, многие игроки устраивают своего рода соревнования по поглощению наиболее удобных территорий Однако на доступные для застройки места в других локациях почти не обращают внимания Ну и конечно же на северном континенте будут постепенно расширяться территории для застройки Джейк, и последний вопрос на сегодня Не так давно ваша студия анонсировала новый проект ММО-стратегию под названием Цивилизация Онлайн Очевидно, что для проекта потребуются новые разработчики, дизайнеры, сценаристы Наших игроков очень беспокоит, как это отразится на судьбе Аркейдж Не волнуйтесь, нынешний размер штата разработчиков Аркейдж меняться не будет Не волнуйтесь, нет проблем Субтитры подогнал «Симон»!